Всем привет, мои хорошие! Сегодня мы будем тестировать заказик Фаберлик. Вот первое, что мне уже очень хочется быстрее протестировать, это отбеливающий крем. Почему я уже собрала волосы, очистила лицо. Крем с моментальным осветляющим эффектом SPF 15. В общем, как тут написано в инструкции, можно его просто нанести, и он как бы должен осветлить лицо. Вот такой вот крем. Вот такой вот тюбик. И сейчас я его просто хочу нанести. Прежде чем показывать вам дальше что-то, нужно сначала привести себя в порядок. Так. Он вот такой вот беленький. Густой. Ах, мне кажется, много его взяла. Ой! Девочки, я, по-моему, много взяла этого крема. Прямо много выдавила. Сейчас будем размазывать и смотреть. Действительно, вот лицо стало белым, но я так чувствую, что я много нанесла, и сейчас я лишнее просто промокну салфеткой. Ну, в общем, девочки, что я вам хочу сказать за этот крем. Крем густой, и он очень плотным слоем ложится на лицо, поэтому его нужно, во-первых, совсем чуть-чуть, но это вот, знаете, эффект тонального крема только белого цвета. То есть его нужно совсем чуть-чуть, и если у вас загар на лице, или вы вот входите в солярий, загорает лицо, то вам не нужен такой крем. А вот у кого, допустим, лицо белое-светлое, и вам нужно просто немножечко скрыть там какие-нибудь неровности, то тогда такой крем может подойти. Но у меня вообще кожа светлая, вот если сравнить с шеей, да, то кожа у меня светлая. Мне, в принципе, такой крем может подойти, но только его нужно совсем чуть-чуть и хорошенько распределить по лицу. Ну, а потом можно немножечко даже запудрить. Но так-то он все равно матирует. В общем-то, близко он не оставляет. Ладно, накрашу губки, и тогда мы продолжим. А то совсем бледненькая получается, да. Ну вот, я обозначила лицо. Уже, по-моему, лучше стало, веселее, да. Ну что, давайте дальше смотреть, что я взяла. Девочки, для лица я еще взяла две вот такие кисточки. Одну для тональной основы, а другую растушевочную. Сейчас я вам их покажу. Вот такая кисточка для тональной основы. Я думаю, что тональную основу, может быть, лучше будет мне все-таки наносить вот этой кисточкой. Ну, по крайней мере, я всегда это делала руками, но мне уже хочется попробовать ее кисточкой. Я видела, как это делает дочка, мне понравилось. Классно. Вот. И другая кисточка маленькая, она такая точечная. Это вот для подводки, для растушевки, вот, типа стрелок, теней. Ну, в общем, такая маленькая. Вот, это как раз мне нужно будет вот для этого. Вообще, вот эти кисточки я потихонечку подтягиваю из всей коллекции Фаберлик. У меня уже есть там и для румяна, и для пудры, и, в общем, для теней. Вот эти две как раз я тоже хотела, но и вот заполучила. Заказала вот еще я такой набор «Зима». Я до этого показывала вам набор «Зима» такой с красной коробкой, с клюквой. Это те же самые крема, только они просто, ну, без ничего, без добавок. И вот такой набор очень хорошо подарить на Новый год, может быть, кому-то. Я второй набор взяла, наверное, скорее всего, на подарок. И что здесь в этом наборе, хочу вам сказать. Здесь зимний крем для лица. Зимний бальзам для губ и зимний крем-концентрат для рук. Это все подходит именно вот к зиме. Защищает кожу, открытые части кожи, да. Я думаю, тем более, что он сейчас по акции этот наборчик идет. И на подарок его приличненько подарить, да. Ну, вот такой вот наборчик я взяла. Ну, раскрывать не буду, там просто в тюбиках все. Хотя, раскрою. Ну, вот так вот на подложечке оно стоит. На подложечке стоит в коробочке. Дальше еще я взяла на подарок вот такой подарочный набор. Это по уходу за руками. Что здесь у нас в коробочке есть? Я эту коробочку открывать не буду. Здесь также тюбики находятся. Бальзам для рук, интенсивное восстановление. Крем для рук, надежная защита. И крем для рук, питание и смягчение. То есть, вот это все бальзам и крема для рук. Полностью уход за руками. Ну, вот это я взяла на подарочек. Еще вам хочу сказать. Взяла я два шампуня. Вот такой шампунь Ботаника мне понравился. Я эти оба шампуня уже тестировала. Я ими пользовалась. У меня второй уже заканчивается. И я взяла опять два. И еще два по цене одного сейчас идет. Это вот акция. Поэтому даже вот хорошо, что я прям два сразу взяла. Ну, взяла я разные, потому что они мне оба нравятся. Ну, и такой же бальзам для волос есть аналогичный. То есть, вот такой же и такой же есть бальзам для волос. Бальзамы у меня еще пока остались. А вот шампуньки я взяла. Классные вообще. Во-первых, очень хорошо распенивается, хорошо смывается. И они на натуральных, в общем-то, натуральные ингредиенты. Тут используются. Ну, вообще классный. Он недорогой и прямо хороший. Корень солодкий чистотел. В другом ромашка и кедровое масло. Один вообще прозрачный. Прям такой, знаете, бесцветный. А другой чуть-чуть беленький. Но классный, классный просто. Берите, если хотите. Вот такой вот советую прям. Еще я взяла два геля для душа. Стор-Дамон. Гель для душа с афродизиаками. Тоже таким гелем я пользовалась. И тоже они идут по акции. Поэтому взяла две штучки. Тоже это уже проверенный. Гель для душа проверенный. Дальше. Что еще я взяла? Ну, я взяла опять два протеиновых батончика. Один с кокосом, другой с шоколадным вкусом. Я их уже тестировала. Они мне понравились. И это удобно. Знаете, бросил в сумочку. Если там где-то бегаешь, там по магазинам. Сейчас все начнут бегать к новому году, готовиться. Вот просто перекус такой. Раз, где-нибудь на ходу съел и все. Ну, или кто может быть на похудении. Они, в принципе, вот тоже дочка у меня с протеином. Вот сейчас тоже там всякие батончики и все такое. Вот она употребляет. Ну, а я взяла так на перекус. Дальше, девочки. Я взяла чай иммунити фитополис. На травах травяной сбор. Ну, во-первых, сейчас зима. И нужно иммунитет наш укреплять. И потом я хочу сказать, что я такой вот чай обыкновенный не люблю. Ни зеленый, ни черный. А вот такие вот чаи, которые там с цветочками, с травами, с какими-то фруктами. Ну, такой вот какой-нибудь. То я люблю. И вот такой вот чай с медом, можно с вареньем. Мне кажется, будет здорово. Ну, в состав чая входит чабрец, березовые почки, зверобой, ромашка. В общем, все такое вот растительное. Еще, девочки, я взяла водолазку. Я уже водолазку такую вот серовато-голубоватую брала. Мне она понравилась. Я решила взять еще одну, но просто другого цвета. Ну, цвет я взяла вот такой бежевый. Оно просто подо все подходит, под многое. Я сейчас яркие вещи не беру, вот. Но водолазочка, она приятная. Во-первых, она такая вот прохлада на теле. Она тоненькая. Ее можно вот поддеть там под низ, подо что-то горлышко. Вот закрывается с рукавчиком. Ну, я беру 52 размер. Она мне просто вообще свободна. Я не люблю, когда сильно облегает, когда сильно обтягивает. При том, что свободна, это лучше, когда вот полнота есть, чтобы была свободна. Я ее не буду мерить, но, в общем-то, вам понятно, да, обыкновенная. Состав я вам сейчас скажу. Ну, состав здесь 95% фискоза и 5% эластан. А цвет это какао называется. Размер я взяла 50-52. А еще, девочки, я взяла вот такие вот креманки. Креманка стеклянная. Две штуки в наборе. Я вам сейчас покажу. Ну, такой набор, во-первых, не стыдно на подарок кому-то подарить. Но я взяла их для себя, потому что я буду готовить десерт. И как раз вот в эти креманочки их складываю. Во, какая красотища! Я взяла такого цвета, там еще изумрудного цвета, еще какого-то цвета есть. То есть, разные цвета. А еще я потихонечку готовлюсь к Новому году и потихонечку собираю всякие разные, ну, для украшения дома, для интерьера. Ну, вот это вот такая вот ароматная свеча. Я взяла свечку с ароматом яблок. Ну, она так тоже вот симпатично упакована. Ее можно подарить даже кому-то. Ну, я думаю, что я, наверное, ее сейчас открою. Я ее дарить не буду, я ее взяла для себя. Новый год встречать. Свечка с ароматом яблочного пирога. Вот так она называется. И, кстати, она действительно вот... Даже не просто яблоком пахнет, а прям действительно яблочным пирогом пахнет. Ну, интересно. Приятный такой запах. Ну, еще запах луговых цветов или луговых трав, такое что-то было. Ну, я выбрала вот одну, пока вот такую свечку. Ну, может быть, потом еще другую возьму, посмотрим. Ну, и опять же, к Новому году. Я взяла наклейки на стекло, на окно. Вот это для окна я взяла. Ну, также можно на зеркала налепить. Такие вот они просто... Просто липкие такие наклеиваются. Ну, вот зимняя тема. Олени, санки тут, снежинки. В общем, классно. Я что-то брала в другом магазине, но вот это вот увидела здесь, тоже взяла. Еще, девочки, мне очень интересно. Я взяла гирлянда 3 метра. Там еще гирлянда 5 метров есть. Но она идет с батарейкой. Она такая тоненькая, прозрачная. Она прям в такой маленькой коробочке, что мне прям даже неожиданно. И мне стало любопытно, а что же тут за батарейка. Такая вот маленькая конструкция. Батарейка там, я вижу, там, по-моему, две кругленькие. Вот эта штучка, она снимается. Оп. Так. И вот здесь вот... О, есть выключатель. Такая маленькая, миниатюрная. Но я взяла на батарейке. Удобно ее подвесить куда-нибудь, где нет розетки. Или елочка, если маленькая, переносная у кого-то есть. Тоже там до розетки, чтобы не тянуться. Вот удобно. Еще маленькую елочку такую вот купить. И вот как раз бы ее можно было покрасить. Классно. Но этих лампочек, они такие маленькие, светодиодные. Вообще их не видно даже. Сейчас я вот, не знаю, раскрою, сейчас покажу вам. Но я все разматывать не буду. Я хочу, чтобы вы увидели, какие маленькие вот эти вот лампочки светодиодные. Они прям малюсенькие совсем. Вот. Ну, здорово. Ладно, будем так вот украшать. Еще я взяла вот такой ободочек. Ну, он такой вот с камушками, с стеклышками или что-то. Мне интересно вот сейчас раскрыть и посмотреть. Вообще, честно говоря, вот эти вот штуки на голове мне не очень-то нравятся. Особенно, когда нужно быстренько... Так, это надо разрезать, за ножницами бежать не буду. Когда нужно быстренько, вот я подхожу умываться, допустим, да, и нужно быстро собрать волосы. Ну, вот мне ободок, он мне удобнее, это во-первых. А во-вторых, вот, ну, он довольно-таки симпатично смотрится. Можно сделать какую-то такую причесочку. И вот этот ободочек мне прям нравится. Довольно солидно, он даже как диадынка смотрится, да? Сделать какую-то такую кучерявую прическу и собрать вот так волосы. Правда, класс? Симпатично, мне нравится прям. Так и оставим. Волосы надо там как раз сейчас укладочкой заняться. Ну что, мои хорошие, на этом все. Вот новый каталог. Я, кстати, люблю по каталогу выбирать. Вот так выглядит каталог. Много интересного там есть, всякие такие вот штучки. В общем, такой вот новый каталог. На этом, девочки, я видео свое хочу закончить. Я показала вам все свои сейчас покупочки, обновочки. Ссылочку на фаберлики я оставлю внизу. Проходите по ссылочке. Сейчас много акций, много скидок. Хорошие скидки идут. И покупайте. Там много новогодних еще есть вещей. Даже вот что-то по новому каталогу. Я прям срочненько-срочненько буду заказывать. Пока не разобрали. Ну, а видео я свое заканчиваю. Ставьте лайк, кому понравилось мое видео. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok